Более 500 миллионов рублей в этом году будет потрачено на реализацию программы формирования современной комфортной городской среды. О планах по благоустройству сегодня говорили на оперативном совещании в администрации Серпухова. Второй вопрос обсуждения – результаты деятельности комиссии по делам несовершеннолетних. Провела совещание глава муниципалитета Юлия Купецкая. Восстановление исторической ценности. Центральная часть сохранит круговую планировку и станет пешеходной. В четырех скверах по плану будут созданы туристическая зона и зона детского и подросткового досуга при Дворце творчества детей и молодежи. Площадь Ленина в этом году заметно поменяет свой облик. Проект реконструкции данной территории стал победителем во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2019 году. К работам уже приступили. Планы по благоустройству на этот год масштабные. Завершилось голосование на портале Добродел по установке детских игровых площадок по программе губернатора. В нем приняли участие свыше полутора тысяч человек. Победителями стали адреса. Сквер напротив ДК «Исток» на улице Красный Текстильщик, сквер в Липецк, в Турово, на Октябрьской 23, на Советской 107, на Подольской 98. На региональном портале Добродел продолжается голосование по функциональному наполнению общественных пространств, которые планируются благоустроить в 2021 году. В списке объектов из Сурковский парк «Жемчужина». Жители городского округа могут выразить свое мнение о том, как должна выглядеть главная зона отдыха микрорайона именно Нагина. Что должно быть в парке, какие площадки следует организовать и на что направить средства, сельскохорчицы могут обсудить до 29 февраля. В этом году особое внимание к паркам Принарский имени Олега Степанова. В соцсетях размещены предложения для обсуждения по наполнению Принарского парка. Что изменить? Дорожно-тропиночную сеть, освещение, сделать зеленый театр или детский городок? Решать жителям. К их мнению обещают прислушаться. По программе комплексного благоустройства дворовых территорий в 2020-м будут отремонтированы 32 двора. Далее в списке работ ремонт 32 автомобильных дорог. Проезжая часть на Фирсово станет широкой двусторонней для движения транспорта. Почти 13 миллионов будет израсходовано на эти цели. Четыре общественные территории будут благоустроены за счет средств муниципалитета. Памятника воинам-артиллеристам на московском шоссе, сквер на улице Бригадная и зона отдыха появятся у Серпийского пруда. Строительство парковок за счет муниципального образования. Это улица Красноармейская, дом 37, дом 3. Улица Подольская, дом 40, детский сад Радость. Поселок Мирный, парковка ФАП. Улица Подольская, дом 24А, детский сад Росинка. Улица Весенняя, дом 2 и дом 4. Пока сумма финансирования работ по благоустройству полмиллиарда рублей. Часть из этих средств поступают из региональной казны. Это планы, которые у нас уже утверждены бюджетными соревнованиями с бюджета федерального, областного и местного бюджета. Но мы все с вами знаем, что бюджет тоже подлежит корректировке и на различных уровнях. Поэтому надеемся, что это планы не окончательные. И те работы, которые мы проведем в течение 2020 года, они будут еще более обширны. Второй темой для обсуждения на совещании стала деятельность комиссии по делам несовершеннолетних. За 2019 год она провела 40 заседаний. На профилактическом учете в комиссии в начале прошлого года состояло почти 140 подростков. Большая часть была снята, потому что исправились. В конце года на особом контроле только 90 несовершеннолетних. Но особое внимание не к цифрам, а методам профилактической работы отметила глава городского округа. Мне бы от вас хотелось получить новые предложения, новые формы и методы работы с молодежью и посмотреть, как нам это можно было бы всем вместе реализовать. У нас большое количество действительно положительного опыта работы с молодежью. У нас созданы и молодежные парламенты, и у нас есть молодая гвардия. Действительно, многие дети в это активно включены. Я бы хотела остановиться на такой форме работы, как раньше эта форма была, и она была очень успешной. Это создание лагерей для несовершеннолетних, стоящих на учете. Причем много лет тому назад мы отправляли детей, выкупались путевки на юге где-нибудь, на море, и эти дети впервые, потому что родители не могут им это обеспечить, выезжали туда целым отрядом. С ними выезжали военные воспитатели, плюс выезжали психологи, и там была организована работа. И самое интересное, что когда мы проанализировали, это было в течение трех лет, ни один из этих подростков потом не совершил правонарушения. На территории округа в прошлом году, кстати, отмечено снижение подростковой преступности. Но останавливаться на этих результатах нельзя. Юлия Купелска отметила, что работа с молодежью должна быть приоритетной.